Добрый день, друзья! Мы в Беларуси. И сегодня у нас запланирована небольшая поездка в парк-музей интерактивной истории. Примерно находится этот парк в 60 километрах от города Минск. И, конечно же, мы приглашаем вас съездить вместе с нами. Поехали! Часа полтора езды, примерно 60 километров. И мы подъехали к замечательной большой площадке. Вы можете видеть за моей спиной большое количество машин. Здесь организована парковка. Преимущественно белорусские номера. Вот вы можете видеть впереди такой замок. А здесь, на этой большой площадке в лесу, все очень культурно, пристойно. Сделаны заборчики между рядами машин. Также приезжают сюда друзья вот с автодомами. Можете видеть, стоит один автодом, а раскрытый. Спускаемся по такой песчаной дорожке. Здесь снизу организована еще одна парковка. Это может быть для работников. И справа у нас открывается вид на ворота, флаги, большое озеро. Наверное, это входная группа. Один из замков. Красивый, средневековый. Со стрельчатыми окнами, с большим шпилем и вмещающимися на камеру. Сверху флаг. Ну что ж, друзья, вот мы зашли на территорию исторического комплекса. Посмотрите, здесь сделаны вот такие вот ладьи. С подпарусом, с дракончиком. Так называемые дракары. Справа от меня, в беседках, от них начинаются экскурсии, которые везут гостей этого замечательного места по реке Суле, вокруг крепости. Дракар пристает непосредственно к одной из пристаней, и уже там начинаются различные активности. Речка невеликая, тут она перегорошена, капотяный блен, водяная мельница мог працевать. А уже далеко она сейчас упадает в неман. В речках приплывают славяне. В основном была большая развитая мова, язык, культура, традиции. Мы с вами сейчас прогуляемся здесь, по территории. Прекрасная запруда реки Сула. Она не очень длинная, нам сказали. Вот такая вот аккуратненькая. Смотрите, кораблик Дракар возвращается. Наверное, просто катает гостей по реке Сула. Слева от нас большой замок, очень красивый, в таком готическом стиле, как у Радзивиллов. Большой, замечательный, с башенками, с подходом. Всюду тут живность, уточки плавают. Вот подходит Дракар к нам сюда. Такие большие листья здесь в растении. Посмотрите, как он выглядит. Даже не знаю, что это за растение. Но листья гораздо больше, чем моя ладонь. Здесь люди катаются с желтыми браслетами. Вот как у меня желтый браслет. Значит, это обычные посетители за 35 белорусских рублей. Плотина, гидрозотвор и млын. В прошлом видео я говорил о том, что не знаю, что такое млын. Но теперь знаю. Это мельница. Смотрите, как здорово. Течет река, вращает мельничное колесо. Еще одна плотинка, и река Сула утекает дальше. Смотрите, какие кирпичи, какие камни. Кирпичи сложены здесь в основании этого замка. Прям такая настоящая средневековая, я бы даже сказал, вкладка. Друзья, посмотрите. Очень шершаво средневековый замок. Такой вот здесь выкован рыцарь. Держит копье, шлем и такой конь. Замечательный. Смотрите, друзья, как красиво. Высокий-высокий, красивый шпиль. Красота. Здесь меч-кладенец вотнут в камень. Конечно же, его не достать. Экскурсия здесь рассказывает про ковку. Возможность такая. Замоцовать, закрепить к этой наконечнику древку. Я еще разок нагрею. И хвостик взроблю тоненький. Оттягну я его на твечок. На камнях волосных растенок оседают из воды в окис железа и инши минералы. И створают для нас гатерресуры. Идем сюда, посмотрим в этот зал. Посмотрите, здесь картины большие. Сделаны фонари такие в средневековом стиле. Кухня. Костылянка. И зона обеденная. Давайте зайдем сюда. Посмотрим здесь. Смотрите, тут шкуры. Голова кабана. Шкуры. Вот эта комната характеризует обеденный зал охотников, которые после охоты приходили сюда и встречали окончание дня. Успешную охоту. Вот еще один сундук. Бочонок с вином. Смотрите, вот тут вот. В таком сундуке Леночка когда-то пряталась в детстве. Во время гроза. И он казался большим-большим. Поднимемся на второй этаж. Посмотрите, какой гобелен. Очень красивый. Здесь охотники. И шикарный зал. Очень большой. Такой комод. Посудный шкаф, наверное. На кухне стоял когда-то у кого-то. Он выглядит. Посмотрите, какой красивый. И здесь портреты, портреты, портреты. Это зал довольно торжественный. Можете видеть три ряда стульев с одной стороны, три ряда стульев с другой. И костюмы жителей тех времен. Вы можете видеть здесь. Кто-то из них Паш. Кто-то девушка. Кто-то принцесса. Так выглядит. Очень красиво. Можно познакомиться с историей костюма здесь. В том числе чудесно. В средневековье сумочки красивые. Конечно же, у девушек должны были быть. Без них нельзя. Вот какой красивый мешочек. Посмотрите. Смотрите, какая ложка с изогнутой ручкой. Вилочка. Веер из перьев павлина. И здесь может быть какое-то ожерелье. А здесь атрибуты власти, наверное. Топорный топор и скипетр. Копье. И очень красивый витраж. Посмотрите. Бело-сине-красный. Чудо просто. Так это выглядит. Посмотрите. Чудо просто. Очень красиво. Флаги развиваются на ветру. Посмотрите, какая люстра здесь находится. Наверное, факелов 20, наверное, в ней. Очень красивое место. Огромное количество людей. Все гуляют. И облака сегодня. Просто потрясающие. Какой бы большой рукомойник у наших предков. Видите? Кувшин с водой. И большая бадья для мытья рук. Конечно же, подкова. На счастье. Я из замка. И проходя через ворота. Мы вновь увидим мельницу водяную. С вращающимся колесом. Смотрите, как красиво падает вода. Мы зайдем сейчас еще одну часть замка. И посмотрим, что было здесь. Каменецкая башня. Мы были здесь. Башня есть. Я был там один раз. В 22-м году, когда мы приехали. Она была закрыта. Мы приехали в понедельник, по-моему. Был санитарный день. Оказывается, была еще крепость. Посмотрите. Замок в Бресте. Красивый замок. 16-19 века. Замок Новогрудок. 13-14 века. Посмотрите, какой он красивый. Мост. Тропинка. Замок Криво. Очень красивый, друзья. Витебский замок. Витебск. Ни разу не были в Витебске. Даст Бог, съездим. Ой, как красиво. Оршинский замок. В Оршин мы были один раз в 18-м году проездом. Чудеса. Замок Фречица. Ничего себе. Это как зимой, как будто бы. Идет дым от труп. Замок в Люкче. Замок в Гродно. Ой, какой красивый. Чудесный. 14-18 века. Замок в Ляховичах. В облаках. Как будто бы стреляют пушки. Как будто бы идет осада. Интересно. И замок в Быкове. Быков. 17-18 века. Посмотрите, какой он красивый. Чудо. Замок в Турове. 13-17 века. Чудо. И замок в Полоцке. Смотрите, какой он красивый. Какая красота, друзья. Какая красота. Проходим в следующий зал. Здесь вы можете видеть арбалет. Стрелу. Облачение воина. Щит. Посуда. Естественно, она современная. Черепки. Ленина посуда бы разбилась в таком количестве. Сложена печь. Камин. Ложа для воинов. Посмотрите, на каких толстых бревнах сделаны ложи. Кровать. Шкуры. Подушки. Книжеская комната или зал. Так он выглядит. Посмотрите. Нас встречает большой портрет. Это гобелен. Просто огромный. С надписями. Огромный камин. Войны. Стоят влады. Стоят рыцари здесь. И это король Миндовк. Основатель Великого княжества Литовского. И его супруга Марта. Посмотрите. Какой камин. Здесь. Чугунный казанок. Какая цепь. Посмотрите, друзья. Цепь какая толстая. Еще одна цепь. За эту цепь можно быка подвесить здесь. И здесь огромная. Посмотрите. Для поленьев. Для крупных фрагментов деревьев. Украшены топоры. Мечи. Свечи. Красота. И вот вы можете видеть. В верхней части. Тоже гобелены. Большая-большая люстра. Посмотрите. Какие стрельчатые окна. Очень красивые. Ходят прямо ввысь. Правильно отметила Леночка только что. Очень близко все расположено. Можно подойти. Не то что потрогать. Но просто прикоснуться взором. И рассмотреть какие-то мелкие детали. Далеко не везде это возможно. Но здесь. В этом замечательнейшем историческом музее. Можно сделать именно так. Поэтому это отлично. Смотрите. Запольский замок. Можете почитать. По-белорусски. По-русски. И по-английски. Это реконструкция. Замок, где мы только что были. А здесь вы можете видеть его руины. И вот так он выглядел когда-то давным-давно. Очень красиво, друзья. И вот замок на ваших экранах. Красота. Смотрите. Здесь же есть такой таран. Крытый. Чтобы сверху, когда поливают смолой, кипятком, войны были защищены. И похожим бревном, но побольше, конечно же, выламывали крепостные стены и ворота. Перекресток, обрамленный камнями. И мы с вами отправимся направо и посмотрим водяную мельницу. Увидеть водяную мельницу нам в усадьбе Агинских не удалось. Она была закрыта. Но здесь мы сейчас компенсируем это. Посмотрите, друзья. Жернова. Такой шуршавый камень. Царапается. Еще один жернов. Представляете, найти такой камень, просверлить отверстие большое. Отдельная история. Давайте зайдем сюда. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь большие боди для зерна и муки. Жернова поменьше. Колосок лежит. Для понимания того, какого размера зерно из этих колосков добываются насечки на жерновах. Конечно же, само колесо здесь не вращает эти механизмы. Вот, друзья. Каждый поворот мельничного колеса, каждый оборот ручного жернова – это мука. А мука – это жизнь. Замечательно. Смотрите, сюда насыпается зерно или мука поменьше, и она мелится. Вот, друзья, мы познакомились с вами с работой мельника. Видели редуктор, видели, как мелится мука на ручной мельнице. Потому что, чтобы намолоть 50 килограммов муки, то есть мешок муки, надо было потратить целый рабочий день, 12 часов. А мельница, конечно, мелит быстрее. Ну что ж, огромное спасибо парню. Вот такой вот экскурсовод. Я все понимаю. Хотя он говорит по-белорусски. Отличная речь. Меня прямо в восторге. Вот, друзья, гончарная. Здесь небольшая информационная справочка для вас. Можете поставить на паузу и почитать. Обжигают здесь в печи. Посмотрите, производят такие вот чудесные вещи. Красота. Красота, друзья. И вот, видите, здесь изделие гончарное. Так все выглядит здорово. Посмотрите. Самые разные. И гончар с работой. Пожалуйста, друзья, дворец белорусской мовой, белорусской речи. Чудесно. Поднимемся налево и зайдем сюда, посмотрим. Вид на замок, вид на гончарную, на млын, на мельницу. Как мне нравятся эти фразы, эти слова. Красота. Что ж, заходим. Перед нами карта. Здравствуйте. На основе живой разговорной речи белорусских крестьян. То есть, как в 18-19 этажах наши предки, ну, как и не говорили, собственно, это все было записано и донорогами, и блистами. И на основе этих записей сформировалась современная белорусская литературная норма. Вот на этой карте можно увидеть, как была распространена белорусская речь. В начале 20-го века карта составлена российских филологов-словистов Никима Федоровича Фракским. И вот где говорили по-белорусски, где проживали белорусы, соответственно, материалы расселения. От Белосточины, Белостока, Польши современные, Вильни, Вильнюс на Западе, до Ржева, Вязьмы, Брянса на Востоке. То есть, вот такая довольно большая территория. Она разделена, как вы видите, на отдельные языковые зоны, обозначенные цифрами. В каждом регионе существует своя особенность диалектная. И вот именно те говоры, которые существовали во второй языковой зоне, мы называем специальные белорусские коробки, вот эти стали основой для нашей языковой традиции целых. Белорусский, как и русский язык, относятся к индоевропейской группе. Для нас было открытием то, что здесь, в Беларуси, использовалось три типа алфавитов. А именно кириллица, латиница и, представляете, арабский алфавит. Татары, выходцы из Востока, использовали свой алфавит для того, чтобы просто записывать арабской вязью белорусские слова. Именно так, как они их слышали. Поэтому, читая эти строки, можно знать, как произносились слова раньше. Вот, друзья, вот такой экскурсовод в Палаце Белорусской Мовы. Чудесно все рассказал. Потрясающе. Поэтому сейчас тоже все в курсе, все знаете. А мы идем дальше. Вот, друзья, мне кажется, что здесь располагается библиотека. Книжная лавка, точнее, прошу прощения. Так вот. Можете почитать все сами. Здание книжной лавки представляет две экспозиции. А именно типографию и саму книжную лавку. Вы можете обратить внимание на то, что здесь представлены экспонаты, начиная от бересты и надписи на ней до современных книг. Посетив эту экспозицию, вы познакомитесь с методами книгопечатания в старые времена. Вы увидите механизмы, которые позволяют отпечатывать книги и делать оттиски, наборные штампы, шрифты и все остальное. Познакомитесь с видами типографских красок и тушей, а также методами создания иллюстраций в книгах. Также вы сможете увидеть восковые фигуры известных белорусских книгопечатников, таких как Франциск Скорина и писателей, например, Адовы Мицкевича. Инженерия и артиллерия. Заходим сюда, посмотрим. 1650 год. Казимир Семенович. Великие мастерства артиллерии. Чудесно. Чего только. Каких только книг не бывает. Посмотрите, здесь химические вещества. Ученый стоит. Здесь рист. Разрабатывает различного рода смеси парохов, наверное. Посмотрите, здесь пушки. Ядры всякие, фитили, бомбы. Сентия, Патентия, Ест. Зал просвещения и образования. И вот информация. Можете почитать, в том числе, по QR-кодам. Костюм Девы Марии. Настоящая волынка, друзья. Послушаем. Посмотрите, друзья, как красиво. Вот так вот, посмотрите. Столы письменные, микроскоп, книги. Подсвечки, камни, минералы, друзья. Чудесный кирогаз. Очень красиво. Очень здорово. Интересное место. Посмотрите. Физгармонь. Красиво. Посмотрите, здесь зал, здесь как бы школа. Можете видеть, здесь у нас вот такой вот находится. Смотрите. Монетки. Красота. Вот, подстанции школы. Кальвининская, Орьянская, Летеранская школа. Можете все почитать. Все по-белорусски. Какая книга. Посмотрите, какая большая. Красота. Перстни. Вот. И здесь, посмотрите, облачение монаха. Братская школа. Отвечает парень урок. Посмотрите. Красота. Вот такие вот. Парты. Посмотрите, как были сделаны. И шапочка для самого неуслевающего ученика. Посмотрим с вами здесь. Старые фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok. Чудесный специалист, игрок на физгармонии, на дуде. Очень хорошо, красиво играл. Просто потрясающе. За душу берет. Ну, вы сами все слышали, друзья. Магдебургские права в городах Беларуси. Где, в каком городе, когда эти права были. Это, может, видите. Смотрите, друзья, карты. Да, судья, наверное, здесь. Палата мира весов. Видите, здесь гири. Лавки. Потрясающе. Что-то монеты здесь. Как много монет. Посмотрите. Настоящий клад. Камин. Большой шкаф. Здесь вот у нас находится... Так, Остафий Волович. Можете прочитать сами все. Так, он тут ведет учет работу. Смотрите, Брест. Гродно. Несвишский замок. Город Несвиш. Немножко отдыхает у нас. Я после этого музыкального мини-концерта не могу прийти с себя. Играл он, конечно, потрясающе. Удивительный человек с тремя музыкальными образованиями. Как он вдохновенно играл. Акустика-зал потрясающий. Сам инструмент 130 лет. А звук чистый, как будто его только что настроили. Я в восторге, конечно. А мы пойдем пока дальше. Очень мне нравятся такие аутентичные дорожки здесь. Посмотрите. Выложены из камня. Давайте посмотрим вот это здание. Вот котик пригрелся здесь. Тенечки. Вот, друзья. Посмотрим, что здесь. Специально для вас снимаю с QR-кодами. Чтобы вы могли познакомиться. Дом эконома. QR-код. Можете навести, посмотреть. Давайте заглянем. Вход только для гостей отеля. Наверное, здесь нельзя заходить. Посмотрим только издалека. Посмотрите, какие здесь красивые гобелены. Дорожка уходит наверх. Чудеса. Это, наверное, гостиница. Вот, друзья. Второе здание отеля. Бутик-отель. Можете посмотреть здесь. Немножко заглянем. Минск, 1590. Такой вот холл здесь. Красивые люстры, картины. И посмотрите, вот колодец. Колодец и журавль называется. Да, вот такая штука для того, чтобы поднимать воду. Тут, конечно, закрыто. Так все выглядит. И посмотрите, какое ведро. Настоящее ведро белорусское. На предоположной стороне дороги. Пекарня, свежий хлеб. Здесь надо обязательно купить свежий хлеб. Он очень вкусный, говорят. И магазин. Видите, там здания старые. Вот, настоящие. Уже здания не реконструированные, наверное. Темное дерево, ставинки. Посмотрите, какие красивые чудеса. И крыша, посмотрите, какая двухъярусная, интересная. Грунвальд, 1410. Ресторация. Очень красивое здание. Ресторация, наверное, закрыта. Гостиный комплекс, ресторан, пекарня. Справа чудесные шапочки деревьев и пруд. На противоположной стороне тоже здание, здание, здание. Смотрите, друзья, как сделаны музыкальные колоночки в камне. Это настоящий камень. Ему подведена акустика, встроена здесь. Так все работает. В пекарню взяли хлеб. Дивный аромат хлеба. Такие фотографии. И вот, посмотрите, здесь сухари. Самые разные приспособления для молота, для взвешивания муки. Красота. Посмотрите, какие снопы круглые. Такие снопы. Посмотрите, тут внизу мы заходили уже в пекарню. Сейчас поднимемся наверх, возьмем водичку. Посмотрите, какой сруб здесь. Какая дверь. Вот аптека, посмотрите, скляночки всякие. Трава, пузырьки. Как здорово. Здесь вот напитки. Так это выглядит, посмотрите. Красота. Потом из травяной аптеки можно попасть в ряд комнат. Первая комната, в которой мы зайдем, это приемный покой. Здесь вы можете видеть особые инструменты. В частности, перед вами находится сифон. Сверху стоят баночки с различными приспособлениями и препаратами. И следующая комната за приемным покоем, как раз комната аптекаря. И, видимо, фельдшера. Также вы можете видеть здесь его кровать. Большой, красивый комод и шкаф для посуды. Примерно такой же был когда-то у моей бабушки в деревне. Мне маленьким было очень интересно по нему лазить. Также тут представлены макеты скелетов, различных земноводных и кошки. На столе лежат книги по медицине и некоторые приборы. Как вы можете видеть, письменные принадлежности, керосиновая лампа и фотоальбом с очень интересными фотографиями. Обратим с вами внимание также на то, что здесь представлена небольшая этажерка с будильником и кресло или диван, над которым помещаются фотографии родных и близких аптекаря и фельдшера Войтковича. На правой стене также вы можете видеть фотографии. Вновь вернемся в комнату приемного покоя. Посмотрим на рукомойник, на халаты и продолжим осмотр экспозиции. Мастерская, ткачество, магазин, крама, все товары. Посмотрим на мастерскую ткачество. Посмотрите, как я и говорил. Квар-код и информация для вас. Так вот она выглядит. Пожалуйста. Посмотрите, какой цветник внизу разбит. Смотрите, как соткано здесь из трав такой коврик чудеса. Посмотрите, какие рушники вытканы. Смотрите, вручную ткать. Бестанком каждую ниточку продеть, каждую ниточку поддеть. Все протеребить. Печь. Ковер, посмотрите, станок ткацкий. Вот здесь сидели женщины и ткали. Еще один ковер, посмотрите. Колеса, приспособления. Все выглядит. Градильня. Красота. Не трогать руками экспонаты. Красота. Дойдем в горницу. Посмотрим. Вот, посмотрите. Постельное белье. Все вытканное. Про бабушки тоже было похоже. Вытканное постельное белье когда-то. Подушка. Ковер. Птица. Здесь машинка швейная. Посмотрите. Чудеса. Накидка на диван. Диван-то посмотрите, какой деревянный, старинный. И пахнет здесь такой вот избой женской комнатой, где женщина проводит много времени. В деревне я именно помню такой запах. Вклети был. Красинка. Очень красиво. Каждое изделие. Это огромный труд. Так это все выглядит. Какая красивая. И целый сундук приданного, который наткала сама хозяйка. А это рыльник. Специальный двухсторонний сосуд для умывания. Друзья, вышли из ткацкой мастерской. Посмотрите. Вид на замок. Вид на озеро. На противоположный берег. Леса. Различные ресторации. Вот и давайте зайдем сюда. Посмотрите. Дом Исикового еврейства. Лавка Моисея Березовича. Тоже с QR-кодом для вас. Чтобы все могли посмотреть. Посмотрите, как растет штук роза. Нижний ярус. Средний ярус. Верхний ярус. Меня так сажали в деревне тоже бабушка. Чтобы всегда было цветло. Цветно от нее. Цветисто. Красота. Посмотрите. Открыто всегда. А Моисей всегда дома. Вот такое большое ванно. Такое большое корыто. Видите, как оно выглядит. Здесь вот LV. Такие вот инициалы. И герань какая. Посмотрите. Красивая. Давайте зайдем в лавку. Посмотрим. Гусь живой. Рубль 70. Посмотрите, чего здесь только нет. Бутылочки, склянки, свечи, масла. Арифмометр, наверное. Весы. Замечательный самовар. Посмотрите. Здесь отличные приспособления. Ножницы. Телефон выключается. Нагрелся сильно. Сито. Посмотрите. Все здесь есть. И шинель. Вот из настоящего сукна. От сглаза. Тулуп. Доха. Здесь вот, посмотрите, колодки. Сундук. Ткани. Галифе. Штаны. Здесь вот лавка еврейская. Посмотрите. Фотографии. Доброго дня. Вы всюду побывали? Да. Почти. Мы с вами с вами по магазинчикам пройтись. Книги. Подсвечники. Красота. Вот это уже отдел. Посмотрите. Здесь кровать. Люлька. Шкаф для одежды. Деревце какое красивое. Шаповальня. Шерстобитная. Посмотрите. Как тут называется. Что написано для вас. Так вот. Как он сыграл Баха. И вот на национальном башне. Дуда, да? Дуда. Как он играл. Он для нас... Ножницы. Что рассказал. Маленькие. Посмотрите. Колодки. Шерсть. Мне очень нравится. Прям вообще. Представить. Конечно. Все увидеть. Ой. Это самое большое впечатление от посещения вообще Беларуси. Вот ваше место. Ну, были в замках. Везде были. Ну, вот сюда приехали. И как сели на дракар, так и поехали. Вот какая красивая аллея из постриженных туй. Уходит туда наверх к усадьбе. Посмотрите, какой здесь ангел сидит. Какие красивые цветы вокруг ангела. У его подножия высажены ульи. Туда залезла пчела обычная. Небольшая в один из ульев. Посмотрите, какие ульи раньше делали. Из стволов деревьев скрепляли их скобами. Другая конструкция улья. С этой стороны ульи, я так понимаю, на ярусные сделаны. Посмотрите, еще ульи. Дом Бортника. Вот такие вот цветы. И пчелка в нас встречает. Прям аромат здесь стоит. Перги. Воска. Прямо чудо просто. Смотрите, вот здесь вот лавка. Здесь продают воду. Красота. Свечки сделаны из воска. Вода. Вот технологии. Посмотрите, бортничество. Вы можете видеть, как защищаться от пчел. Соты. Как собирать виды ульев. Посмотрите, здесь такие ульи сделаны. Красота. Видимо, окуривать пчел. С специальным приспособлением. И качать мед. Вот здесь те пчелы, которые можно посмотреть. Их дом в разрезе за стеклом. Здесь они залетают. Посмотрите. Это настоящие пчелы, друзья. Здесь все правда. Как они появляются, выходят, прячутся. У них 12 профессий. Охотники, стражи, вентиляторщики. Кого-то только у них нет. Целая иерархия. Эта часть мне особенно нравится. Потому что здесь, друзья, аутентичные хаты. Аутентичные дома. Прямо как они есть. Я прямо вижу, как они здесь располагаются. Вот эта атмосфера вся непередаваемая. Здесь также сохранена. Друзья, конка, посмотрите. Знаете, что конка? Это трамвай на конной тяге. Вот здесь можно покататься на нем. Батлейка. Традиционный белорусский кукольный театр. Куар-код для вас. Спасибо. Пойдемте немножко посмотрим на спектакль. Батлейка. Такое смешное, прикольное название. Три ярусу я намела. Это ей на отметная особливость. На верхнем ярусе у нас не овесы, а на край. Середний ярус – это земля. А нижний ярус – это бетло. Причем у обеденности, потому что, например, в той же шоу цель Боугаделя было всего два яруса. Бывает так, что правда, вот и коля, раз гнал пастух свиней в поле, и один добитерный фарсюк, я тебе обеду вешку всю за границу обшару в заугольне. Здесь гостиница. Посмотрите, пожалуйста. Так она выглядит. Музей и усадьба Ленских написано слева. Идем от отеля с потрясающим видом. А все это интерактивное пространство. Камень памятный. На этом месте некоторый располагался усадебный дом рода Ленских. Давайте посмотрим. Вот для вас, друзья, усадьба Ленских с QR-кодом, чтобы вы могли почитать и посмотреть. Прекрасные здесь цветники, пустарники. Посмотрите, под осиной растет вот такая вот целая художественная цветочная клумба. Музей и усадьба, как раньше выглядело. Здравствуйте. Смотрите. Вот, посмотрите, несколько комнат. Так все написано. По-польски. Зеркало. Посмотрите. Одежда. Подсвечники. Распятие. Какой красивый шкаф для посуды. Вешалка. Посмотрите, ширмы. Чудесно. Какой столик. Красивый. Красивый. Райские птицы. Здесь Леночка, как обычно, увидела вот такую вот, я бы сказал, пихту. Может быть, это растение. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Синяя, голубая такая вот красавица здесь стоит. Давайте сначала посмотрим, что это такое. Здесь на информационной табличке. Флигель ледовный. Короче говоря, это ледник. Музей масонской ложи. Музей масонской ложи. Трожкевич Бронислав Адамович. Можете видеть здесь различные писания. Масонство в Беларуси. Так вот сделаю для вас, друзья. Вы могли всегда поставить на паузу и потом постепенно сами почитать в своем темпе. Хронология масонства. 1717 год. По 1820. Здесь все видно. Принципы описаны. Основные масоны. Принципы масонства. Вот видишь, так бы не узнали, если бы не спустились. Сейчас, посмотрите, здесь различные предметы. Молоточек там вот. Различные ордены. Посмотрите, какие здесь аллеи тенистые. Старые деревья. Свежий воздух, прохладно. Видны небольшие фонарики метр высотой. Большое количество лавочек. Смотрите, здесь вот как грибы обвили старое пень дерева. Получилась очень такая природная конструкция. Что ж, друзья, вот мы вышли вновь к озеру. Посмотрите, какие здесь красивые лавочки. Мостик переброшен. Подойдем, посмотрим на озеро. С стороны. И рельсы конки. Красота. Всюду музыка играет. Смотрите, вот так вот выглядит само озеро. Уточки плавают. Отражаются небеса в воде. Здание чудесно просто. Очень красивое место. Поднахожусь под огромным впечатлением. Идем с оположенной стороны озера. С маленьких деревца, как шапочки. Небеса отражающиеся в глади воды. Прелесть просто. Большое количество таких вот кресел удобных. Со столиками. Здесь располагается королевская ассамблея. Штрих-код вы можете видеть. Скорь-код. Давайте зайдем, посмотрим. Смотрите, как красиво. Закрытый цикл. Здрасте. Семь минут, да? У нас еще семь хавелин есть. А, все, все, хорошо. В начале 19 века было решено построить уголок дворянского величия и достоинства. Куда не стыдно было бы созвать самых высоких гостей. И устроить настоящий королевский прием. Несколько позже стали украшать старинные каменные стены дорогими гобеленами, картинами ручной работы. А мы с вами обратим внимание на толщину каменной кладки дверного проема, который составляет примерно два кирпича. Она опалена пожарами и могла бы рассказать нам много всего интересного. Катание на бричке. Как здорово. Конная железная дорога. Единая во всем свете. Празднует 100 лет белорусской одновагонной конке. Все, время половины шестого. Вот время 17.29. Поэтому музей закрывается. Сейчас уже здесь были лошади. Они гуляли по кругу. Посмотрите, вытручено. Та самая конка, вы можете видеть. И слева стоит коляска. Немножко здесь пройдемся. Здесь, наверное, сами лошади в стойлах находятся, мне кажется. Потому что тут вот половину отбивает колокол. Здесь сани. Маленькие саночки. Сеялки-веялки различные. Здесь же код колеса. Первый раз вижу, чтобы заботились о лошадях. Тут все по-белорусски. Все четко. Еда и питье, и все для них есть. Красота. И вот, собственно, сама конка, друзья. Так она выглядит. Сула, сула, сула. Тут же еще, друзья, посмотрите. Почта. Да, мы не успели зайти. Закрывается почтовая станция. Даст Бог в следующий раз. И почтовый вагон. Такая, друзья, у нас получилась прогулка. Поэтому действительно интерактивному парк-музейному комплексу Сула. Это потрясающее место. Я от всей души рекомендую вам найти время и приехать сюда на целый день. Вы получите неизгладимое удовольствие. И так же, как эта река течет и впадает потом в более крупные реки, развивается это место. Каждый год оно немножко другое. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok